МИХАИЛ ЗОЩЕНКО Михаил Зощенко, умная Тамара. Живет в нашей квартире один инженер. Бывают такие ученые-инженеры с усами и в очках. И вот однажды этот инженер чем-то захворал и уехал на юг лечиться. Вот он уехал на юг и закрыл свою комнату на замок. Проходят три дня, и все жильцы слышат, что в комнате этого инженера жалобно мяукает кошка. Одна жилечка говорит, этот инженер какой нахал. Он уехал на юг, а в комнате оставил свою кошку. И теперь это бедное животное, наверное, погибнет там без кеды и без питья. Тут все жильцы рассердились на этого инженера. Один жилец говорит, у этого инженера дырявая голова. Как это можно оставлять кошек без еды на целый месяц? Кошки от этого умирают. Другой жилец говорит, а давайте сломаем дверь. Тут приходит управдом, он говорит, нет, дверь нельзя ломать без разрешения инженера. Один маленький мальчик Николаша говорит, а давайте вызовем пожарную часть. Пожарные приедут, подставят лестницу к окну и спасут кошку. Управдом говорит, раз нет пожара, то пожарных нельзя вызывать. За это надо штраф платить. Одна маленькая девочка Тамара говорит, знаете что, давайте кормить кошку через дверь. Я сейчас принесу молоко и это молоко подолью во дверь. Кошечка увидит и покушает. Тут все жильцы засмеялись и сказали, браво, она хорошо придумала. И все жильцы с этого дня стали кормить кошку через дверь. Кто суп под дверь подольет, кто молоко, кто воду. Мальчик Николаша даже целую рыбу под дверь просунул. А потом он нашел на лестнице дохлую мышку. И эту дохлую мышку тоже ухитрился под дверь просунуть. И кошка едой была очень довольна и радостно за дверью мурлыкала. Проходит целый месяц. И наконец приезжает инженер. Одна старая жилечка так ему говорит. Инженер, вас надо посадить в тюрьму на полгода, потому что нельзя так мучить животных. Надо к людям и животным хорошо относиться. А вы оставили свою кошечку без еды на целый месяц. Она могла умереть, если мы не догадались бы под дверь молоко подливать. Ах, открывайте же скорее дверь и поглядите, как ваша кошечка чувствует себя. Может быть она больна и лежит на вашей кровати с температурой. Инженер говорит, про какую вы кошку говорите? Вы же знаете, что никаких кошек я у себя никогда не одержал. И никого я не мог закрыть в своей комнате. Жильцы говорят, мы ничего не знаем. Только знаем, что в вашей комнате целый месяц живет кошка. Вот инженер, поскорее открывает дверь и все жильцы. И он сам входит в комнату. И все видят. На диване лежит хорошенькая рыженькая кошка. Очень на вид, здоровенькая и веселенькая. И нечуть она видать, не похудела. Инженер говорит, откуда у меня на диване эта рыженькая кошка? Мальчик Николаша, глядя на окно, говорит, там форточка открыта. Наверное, кошка гуляла по карнизу, увидела открытую форточку и приняла в комнату. Инженер говорит, но почему же она тогда обратно не убежала? Девочка Тамара говорит, а мы ее хорошо кормили. Вот она и не захотела уйти. Ей здесь понравилось. Инженер говорит, ах, какая хорошенькая, умненькая кошка. Я ее, пожалуй, здесь оставлю. Девочка Тамара говорит, нет, это кошка я решила забрать себе. Тут все жильцы засмеялись и сказали, да, эта кошка принадлежит Тамаре, поскольку она придумала, как ее кормить и этим спасла ее от гибели. Инженер говорит, правильно, и я со своей стороны подарю Тамаре вдобавок 10 мандаринов, которые я привез с юга. И он подарил ей 10 мандаринов. И он увидел ее 12 мандаринов. Здесь yo штурки-шутки, которые они 2 июня. Продолжение следует...